В Пермском крае тем временем следователи ищут пострадавших от действий насильника из Московской области. Один эпизод уже зафиксирован на территории Калининградской области в 2015 году. Однако есть предположение, что пострадавшие могут быть и в Прикамье. Подробности прямо сейчас готова нам рассказать Елена Джан. Лена, здравствуй, слушаем тебя. Приветствую, коллеги. Да, действительно, следователи разыскивают молодого человека. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Вот этот человек, 28-летний Виктор Федотов. Особые приметы мужчины. На спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде пяти иероглифов. На правой лопатке татуировка с изображением крылатого человекоподобного существа. А на левой ноге татуировка биомеханической тематики. Кроме того, у мужчины отсутствует часть передних зубов. Всех, кто пострадал от действий этого мужчины или располагает какой-либо информацией о совершении преступления на территории нашего края, просит обратиться по телефонам, которые сейчас на экране. Продолжим новостью из краевой столицы. Накануне в соцсетях появилось видео смертельной аварии. По предварительной информации, 46-летний водитель Hyundai Ascent на большой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Иномарка сбила двух пешеходов – мужчину и 16-летнюю девушку. После чего столкнулась еще с тремя легковушками. Удар оказался настолько сильным, что пешеходы отлетели на несколько метров. К сожалению, молодая пермячка скончалась до приезда врачей. А в Аханском районе завершено расследование уголовного дела. В деревне Гагары мужчина с топором в руках ворвался в дачный дом к 66-летней пенсионерке и потребовал от нее деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала все, что у нее было – 600 рублей. После этого налетчик нанес ей удар топором по голове и заставил отвезти его до трассы. Пенсионерка не осмелилась отказать и довезла его на своей машине до лесополосы. А вот обратно женщине пришлось добираться пешком. Позже пенсионерку с травмами головы доставили в больницу. Злоумышленник в ходе совершения противоправных действий у потерпевшей угнал автомашину. В последующем совершил на ней дорожно-транспортное происшествие. И чтобы скрыть следы преступления, он поджег автомашину. Известно, что подозреваемый ранее неоднократно судим за имущественные преступления, ведет социальный образ жизни. В кратчайшие сроки оперативники сумели задержать преступника. Им оказался 59-летний житель Аханского района. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.